Это проект «Идеальная свадьба. Советы профессионалов». И сегодня мы попробуем разобраться во всех хитростях свадебного видео. С нами на связи из Бали Артем Курепин, удивительный человек, основатель студии WDMotion, победитель множества международных конкурсов свадебного видео и член жюри таких конкурсов, продюсер, режиссер и свадебный видеограф. Человек, который снимает самые разные свадьбы. Начинал он, наверное, как и многие, с более-менее обычных, так скажем, по бюджету стандартных, понятных свадеб, но сейчас этот человек снимает именно в основном только статусные дорогие мероприятия, поэтому у него есть огромное экспертное мнение. Артем, привет! Да, Витя, привет! Спасибо за то, что так представил меня. Артем, расскажи нам, пожалуйста, как я могу по картинке понять, что передо мной качественное видео? Есть ли какие-то особые критерии? Моя рекомендация смотреть полные версии свадебных фильмов и, безусловно, руководствоваться каким-то своим эстетическим вкусом и обращать внимание на детали, на мелочи. Это всегда важно. Какая команда должна быть на более-менее обычную свадьбу? В связи с заказчиком, с бюджетом, но конкретно про небольшие мероприятия, которых большинство, я считаю, что, ну, два человека — это, как бы, самое то. Если есть возможность... Да, и не нужно. Два человека достаточно, на самом деле. Если это хорошая профессиональная команда, хороший видеограф с хорошим интернет-инститентом, у тебя все будет классно. Я понял, что бывают такие слова, как клип, бывает фильм. И то, и другое может быть, насколько я понял, и коротким, и длинным. Из всего этого многообразия форматов того, что может получиться на выходе. Как мне понять то, что именно подойдет мне, чего лично я хочу, и какую задачу мне поставить перед видеографом. Сам свадебный клип, он может быть как со словами, как без слов. Это все просто оговаривается с клиентом на моменте обсуждения технического задания. Мое мнение, вот последние несколько лет, что я делаю клипы без слов. Раньше я делал... У меня было много достаточно там различных клятв, интервью, тостов в таком, ну, более репортажном стиле. Сейчас это больше красивая нарезка всяких классных кадров, а все моменты связаны с интервьюхами, с тостами. Я это все увожу в фильм. И получается, что тебе, если ты клиент, посмотрев свой свадебный клип 20 раз, тебе не надоест его смотреть, потому что каждый раз слушать, она моя самая любимая, самая классная, может поднадоесть все-таки. И как-то, ну, и гостям может не очень пересматривать. То есть первый раз достаточно, но как бы для фильма это лучше подходит. Поэтому я сейчас делаю фильмы, ну, как бы, как нормальные фильмы, а клипы я делаю просто под музыку. Друзья, ну и теперь мы узнаем у Артема, попросим Артему Курепина рассказать нам, как именно сделать этот выбор, где найти видеографа на свою свадьбу, что ему сказать, как с ним договориться, когда и сколько ему платить, и как убедиться в том, что он выдаст именно то, что обещал на встрече. И первый вопрос, Артем, нужна ли встреча с видеографом? Обычно мы встречаемся всегда, но за редким исключением, если это физически невозможно, если люди, например, в Америке или где-нибудь в другой стране, то тогда мы просто общаемся по скайпу. Вот в таком формате, как мы с тобой сейчас общаемся. Мы просто смотрим друг на друга, понимаем, что мы себя представляем, потому что, ну, важно посмотреть на человека, который будет с тобой общаться в такой важный день, как свадьба, и понимать вообще, как бы умеет ли он говорить, адекватен ли он. Может быть, это будет очень талантливый оператор, там, с безумно классной картинкой, но которая абсолютно будет в себе зажатой, и ты будешь понимать, что это вообще не твой человек. А может быть, наоборот, что это будет прям тамада, который будет... Эхей! Я сейчас тут вам спою, друзья мои, давайте скорее... Люди такие, ну, смиренные, спокойные скажут. Вы знаете, мне кажется, ну, вы слишком такой для нас. Ну, то есть, это все индивидуально, и поэтому надо посмотреть на человека, послушать его, задать ему вопросы, и человек, он понимает вообще, а стоит ли ему вот это брать, а может быть, нужно вот это взять. Ну, и так постепенно мы приходим к какому-то эксклюзивному предложению, которое потом человек счастливый реализует на своей свадьбе. Спасибо, встреча нужна. Хорошо, а где тогда искать этих видеографов? Вообще есть, насколько я знаю, самая лучшая реклама – это молва. То есть, если человек делает что-то хорошо, то о нем говорят и советуют. Людей можно искать еще, конечно, на каких-то порталах, которых сейчас безумное количество существует, но я, честно говоря, не знаю, это надо быть каким психом, чтобы посмотреть там за неделю вот это безумное количество видео, они все, причем для людей, они все одинаковые. Но действительно понять то, что ты получишь, трудно, если ты не смотришь полные фильмы, как я уже говорил вначале, если ты не знаешь, что это за человек, то это всегда есть определенный риск. Вот, но поэтому, конечно, сейчас, ну вот лично я нахожусь в том состоянии, в состоянии, когда большая часть тех людей, которые меня как-то приглашают поработать, это люди, которые либо знакомы, либо косвенно знакомы, либо люди, которые знают наш бренд. И большая часть это все-таки агентство. Если это нормальное агентство, оно дает достаточно нормальную выборку. Скажи, пожалуйста, Артем, а образование для видеографа, оно важно? Нужно ли нам, выбирая видеографа, увидеть, что у него есть какая-то корочка, международный институт какой-нибудь там свадебной видеосъемки, если такое существует? Или это только, скорее, вопрос таланта и опыта? Для клиента, если вот мы, как бы, для клиентов же это все с тобой записываем, да, то нет абсолютно никакого смысла просить какую-то корочку, потому что тебе могут показать любую корочку, которую купят в переходе за, там, 250, там, не знаю, там, рублей. Там будет таким вот, на красивой такой бумажке написано «профессиональный свадебный видеограф». Но на деле это может не соответствовать действительности. Поэтому смотрите работы и обязательно удостоверяйтесь, что эти работы сняты именно этим человеком. Вот как проверить, что в его портфолио именно его видеосъемка? Как убедиться? Ну, личная встреча показывает это, потому что свадебный фильм ты как покажешь, если у тебя его нету? Покажите мне, пожалуйста, полный свадебный фильм, вот от этого видео, оно мне очень понравилось. Да. Классно. Если кто-то показывает вам работы, допустим, и вам кажется, что это прям, ну, какие-то сомнения, то попросите, да, показать либо исходники, либо фильм. Ну, если, конечно, вы человеку не доверяете, но, как правило, если вы встречаетесь уже, то должно быть уже доверие. И люди в определенном ценовом диапазоне, они не занимаются просто таким. Это свойственно как раз-таки вот там достаточно низкому ценовому сегменту. Есть ли какой-то порог цен, ниже которого, скорее всего, будет не очень хорошее видео на выходе? Или это все, опять же, индивидуально, как ты сказал, это может быть талантливый новичок, который первый год в деле, но он очень все здорово делает? Или мы должны для себя поставить планку какую-то на видео? Ведь я сразу хочу сказать, что нет талантливых новичков, которые за год сделают все круто. Не бывает такого. Бывает такая ситуация, кто-то снимает вам за ужин талантливый, и потом что-то талантливое вам отдает. И таких ситуаций, наверное, одна там из сотни. Это в лучшем случае. Как правило, если ты хочешь, чтобы у тебя мероприятие было нормальное, то, пожалуйста, потрать на это деньги. Закажи себе профессионалов. Прежде всего, хотел бы про оплату спросить. Система оплаты правильная какая? Расскажи, пожалуйста. Вот лично у меня система оплаты такая. У меня есть задаток, он, как правило, составляет 20-30%, как удобно, от 100% стоимости контракта. И есть остаток, который дается в день проведения мероприятия. Варианты, когда что-то платится в начале, потом что-то платится в середине, что-то платится при получении, я делаю крайне редко. Ввиду того, что бывают, к сожалению, такие ситуации, когда люди женятся, и через два месяца они разводятся, и им уже это, видимо, не очень нужно. К сожалению, такая жизнь у нас, и если ты делаешь свою работу хорошо, то потом неприятно не получать за нее деньги. Артем, спасибо тебе огромное за то, что ты, будучи на Бали, ты смог быть с нами, ты уделил свое время. Ждем в Санкт-Петербурге. И напоследок, Артем, хотелось бы попросить сейчас в камеру обратиться к нашим зрителям, к будущим молодоженам, и что-то им пожелать относительно их свадьбы. Ведь спасибо еще раз тебе за то, что ты сказал. Я постарался максимальным образом открыто и по делу дать какие-то свои рекомендации. И очень надеюсь, что многим людям это будет полезно, ну, просто интересно. Всем хочу передать привет, кто меня знает. Значит, что касается пожелания, старайтесь сделать такое мероприятие, которое будет отображать именно ваш внутренний мир. То есть абстрагируйтесь от каких-то модных тенденций, которые вы можете видеть у своих друзей, потому что свадьба – это достаточно цикличный процесс. Сегодня модно одно, завтра модно другое. Не нужно стараться угнаться за модой, нужно стараться сделать так, чтобы это было отражением вас. Если это будет действительно мероприятие, которое будет пропитано вами, то есть вашей жизнью, вашим внутренним миром, это будет отображать вашу жизнь, то неважно, сколько портит времени, это никогда не выйдет из мода. Это всегда будет круто, это всегда будет интересно смотреть. И помните, что на свадьбе вы должны в первую очередь хорошо провести время, вы не должны работать на этом мероприятии, вы ни в коем случае не должны ничего организовывать, вы просто должны получать удовольствие от процесса. Поэтому удачи вам и счастья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok